Если вам нужно найти информацию для научной или исследовательской работы, то вам нужно к нам в Российскую национальную библиотеку. Российская национальная библиотека это гарант качества и ваш путеводитель в огромном потоке информации. Мы были основаны в 1795 году и открыты на пользу общую в 1814. А это значит, что уже более 200 лет мы являемся одним из самых крупных в мире информационных массивов. Наши фонды ныне составляют более 40 миллионов единиц хранения. Страшно нырнуть в этот океан в одиночку. Но ведь всегда рядом мы и мы всегда поможем. Мы это библиограф. Библиографическая служба работает в нашей библиотеке с 1 октября 1918 года. И это значит, что уже более 100 лет мы помогаем людям находить ответы на их вопросы. В главном здании на площади Островского и в новом здании на Московском проспекте во все часы работы библиотеки вас ждут библиографы социально-экономического направления, которые являются специалистами в том числе и по истории и военному делу. Библиографы будут с вами реальны, если вы пришли в библиотеку и виртуально в любом из наших онлайновых сервисах. Сегодня мы расскажем, как и где искать материалы о Великой Отечественной войне. Великая Отечественная это одно из самых значимых и трагических событий в истории России. Несмотря на то, что с того времени прошло уже почти 80 лет, эта тема продолжает волновать исследователей и особенно важна для нашего города Петербурга-Ленинграда. Битва за Ленинград – самое длительное сражение Великой Отечественной войны, продолжавшееся более трех лет с 10 июля 41 по 9 августа 44. В каталогах нашей библиотеки можно найти практически все книги о Великой Отечественной войне. Вот здесь отражена литература, посвященная отдельным воинским операциям, различным периодам войны, работе тыла и другим вопросам. До прихода в библиотеку рекомендуем воспользоваться электронными каталогами. Например, можно провести поиск по предметной рубрике. Главным полнотекстовым ресурсом, то есть таким, в котором тексты можно читать с экрана, является коллекция «Ленинград. Великой Отечественной войне». Эта коллекция формировалась сотрудниками библиотеки непосредственно в блокированном Ленинграде и включает всю печатную продукцию города. Книги, газеты, афиши, призывы, планки, в том числе бланки продовольственных карточек, плакаты, фотографии. Коллекция «Ленинград. Великой Отечественной войне», содержащая более 20 тысяч единиц хранения, является вечным памятником нашим сотрудникам, многие из которых погибли на своем боевом посту. В каталогах Российской национальной библиотеки отражаются преимущественно отдельные издания, книги и журналы. Чтобы найти нужную для работы статью, нужно обращаться к другим источникам, которые порекомендует наш библиограф. Субтитры создавал DimaTorzok «Ленинград». «Ленинград». Итак, ZZZZ z Manesакс В электронном виде на сайте библиотеки на данный момент опубликованы следующие ресурсы. В электронном виде на сайте библиотеки на данный момент опубликованы следующие ресурсы. Но те книги и журналы, которые были изданы за последние 10-15 лет и часто запрашиваются читателями, можно получить в подсобных фондах читальных залах сразу. В новом здании на Московском проспекте вы сможете получить всю литературу, которая поступила к нам после 1956 года, то есть современные исследования о Великой Отечественной войне. Помощь в работе вам окажет библиограф. Некоторые из современных изданий можно получить сразу в подсобном фонде читального зала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Основная часть справочников находится в фонде Центральной справочной библиотеки. В частности, здесь хранятся книги памяти различных регионов нашей страны, в которые включены данные о погибших на фронтах Великой Отечественной. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Российская национальная библиотека – хранилище памяти народа. Ведь материалы, поступившие в фонды, будут храниться вечно. А все последующие поколения смогут изучать свидетельства подвига народа в дни Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны